Привет-привет! Сегодня у нас с вами наконец-то намечается шоппинг-блог. Я уже при параде, готова выходить и пару слов о том, что сегодня на мне. Первая это куртка из Stradivarius. Я покупала ее осенью, они есть в разных цветах и она все еще продается. Поэтому отыщу для вас ссылку и оставлю в инфобоксе. Также благодаря тому, что это эко-кожа, ее очень просто содержать в чистоте, я успела поносить ее зимой. Она довольно тепленькая и вообще хороший вариант на весну. Под курткой у меня костюм из Massimo Dutti из прошлой коллекции. Очень им довольна, мне хочется, чтобы мне сегодня было комфортно и удобно. И также светлые ботиночки Aldo. Зашла в резерв, как увидела эту куртку, аж остановилась. У нее такой сочный цвет и это тоже эко-кожа. Или вот еще круче, такой же цвет, только ветровка, тоже из эко-кожи. Здесь вот резиночки и затягивается на таре. Можно подчеркнуть или наоборот оставить в таком формате оверсайз. Супер! Скажу вам честно, что в резерв пока что больше всего интересных вещей. По-настоящему весенних. Но сейчас посмотрим, как с качеством, как они сидят. Но, во всяком случае, было за что глазу зацепиться, так сказать. И ничего похожего я не видела, например, в других интернет-магазинах. А я специально заранее все пролистывала. Поехали примирять! Нет, ну вы только гляньте. Как теперь уйти без нее? Я надела комплект совершенно базовых вещей. И мне настолько нравится. Пожалуй, это один из лучших образов на сегодня. Черные брюки на резинке. Они, правда, длинноваты. Мне можно было бы чуть-чуть покороче, чтобы видна была щиколотка. Футболка базовая. Я не могу сказать, что она классная. Там, короче, с рукавом какие-то вообще непонятки. Но я думаю, что у каждого уже есть хорошая базовая белая футболка. Мои любимые из H&M. Там и материал плотный. И сидит она так, как надо. Крой у нее хороший. И тоже уже два года ношу, получается. Не растягиваются, не перекручиваются после стирки. Но! Подождите, подождите! Речь сейчас не об этом. Ветровка. Ее можно затянуть еще больше. Подчеркнуть талию. И вот так вот вроде ничего особенного на мне не надето. И она является прям такой фишкой этого наряда. Я не могу, девочки и мальчики. Если вы смотрите это видео, держите за меня кулачки, чтобы я ее не купила. Потому что она офигенная. Простите мне мой французский. Она и молодежная, и стильная. Но это, вы знаете, настолько просто, что красивее быть не может. И кеды у меня есть похожие. Так, кеды. Кеды это отдельная история. Потому что они кожаные. Вот так они выглядят. Ничего лишнего в них нет. И у меня 37 размер. И 37 вот не хочется больше. При том, что у меня 37,5. То есть они немножко больше мерят. И у меня не самая узкая нога. Поэтому могу сказать, что... Ну, не прям на широкую ногу. Но если у вас супер-русская, то, наверное, будут широковаты. Давайте так. И просто сочетание цветов это нечто. Между прочим, в жизни цвет красивее. Он более насыщенный. Вы знаете, как молодая травка, которая только-только вырастает. То есть куртка не блеклая абсолютно. Вот так это выглядит в застегнутом виде. Я без ума. И да, у меня все в размере 3,4 или XS. В самом маленьком. Но, как видите, тут миниатурностью и не пахнет. Это объемная вещь. И брючки тоже свободные. На резинке. Но такие тоже есть во всех магазинах. А вот ветровку вижу впервые. Она очень красивая. Это правда. И нам с вами повезло, потому что цена практически во всех валютах. И в гривнах есть, и в рублях. Но для Польши, честно говоря, это нормальная цена. В Zara, например, так может стоить рубашка какая-нибудь. Даже не куртка и не жакет. Буду думать. Хотела я пойти за джинсами, но решила оставить черный низ. Знаете, с чем еще должно быть здорово? С кожаными леггинсами и с грубыми ботинками. Чтобы у нас получилось такое сочетание немножко контрастной дерзкости и нежности. Это не куртка. Это скорее такая рубашка-ветровка. Она действительно будет сохранять тепло. Поэтому рассчитывать на то, что будете носить ее прям в супер теплое время года, я бы не стала. Потому что это все-таки синтетический материал. И он довольно плотненький. Но выглядит очень интересно, необычно. Мне нравится то, что это фактура ткани. То есть это не принт, это не нарисовано. Это в самом деле так и есть. Если не сейчас, то на скидках можно высматривать чуть позже. На летние распродажи или весенне-летние. В общем, интересная штучка. При том, что сейчас супер актуальны все вот эти вот рубашка, такие накидки, рубашка-бомберы. Это нечто другое. Понежнее, во-первых. А во-вторых, у нас еще прилагается пояс. И также все стеганное сейчас модно. Поэтому у нас тут сразу много всего в одном. Я бы сочетала это, как я сказала, с чем-то контрастным. Но если вам хочется носить с классическими брюками, то это тоже возможно. С каблучком тоже, конечно же, женственно будет. Но мне почему-то хочется вот чего-то необычного для себя. И даже с этими брюками и с обычными кедами очень необычно. У меня аж настроение стало лучше. На самом деле я зашла в манго. Очень сильно расстроилась. Вы это увидите потом. У меня получился там один наряд. Но я как-то аж воодушевилась, знаете, подбодрилась, когда зашла сюда и увидела интересные вещички. Хотя бы просто попримерять. И белая рубашка-бомбер. Она уже будет подороже. Так как я вам сказала, думаете, оно вам надо или нет. Но было бы приятнее со скидкой. Скажу вам честно. Дороговато. Ну, наверное, из-за того, что вещь такая более уникальная. Если они ни у кого не сдерли ее на кнопочках, скорее всего, сама ткань тоже дороже, чем обычно. И она снежно-белая. На самом деле просто камера из-за белого цвета сходит с ума. А это черные брючки. Ткань у них не совсем тонкая. Поплотнее будет, чем, например, в H&M. 34 размер, так как я вам говорила. И они на резинке еще. И с вот такой выточкой внутри. Сделаны неплохо. Все разношу по местам. Чуть не забыла показать вам кеды. Цена нормальная на них. Слушайте, решила перезаписать. Потому что я как-то очень сильно раскритиковала себя в этом комплекте. Мне очень нравится гусиная лапка. И я просматриваю довольно много всего в таком принте. И инстаграм сам начал подсовывать мне новинки из резеров. Знаете, вот эта реклама, которая выскакивает в ленте. И мне даже стало интересно померить этот комплект. И я так понимаю, что его продвигают не только онлайн. Потому что когда заходишь, то в приходе нас встречает манекен, разодетый именно в этот комплект вещей. Для того, чтобы не скатываться прямо во что-то старомодное, я добавила обычную базовую футболку. А не какую-то блузочку. Все-таки это молодежный вариант рубашки-бомбера. И также спортивную обувь. Я думаю, что на загорелом теле, хотя я сейчас темненькая, так как намазалась автозагаром. Я вообще очень белая без этого. И вот так вот сейчас смотрю. Ничего, да, может я отвыкла от мини. Единственное, что у меня 36 размер. Я побоялась, что 34 будет сильно в облипку. И он, ну вот прям очень свободный. Это раз. Во-вторых, там что-то такое происходит с подкладкой и с карманами. Что создается ненужный объем в области живота. И как будто чуть-чуть беременная. Или может я уже очень сильно придираюсь. Ну не знаю, вот хочется прям расправить все. Может как-то снизу надо это сделать. В общем, здесь не пришита подкладка. Ее нужно отдергивать. Возможно, стоит взять, померять юбку поменьше. Или она тогда сильно будет в облипку. Не знаю, не проверишь, не поймешь. Но в целом мне нравится. Свежо, молодежно. И даже сейчас можно надеть светлые сапоги или светлые ботинки. Какой-то пуховик поверх. Или пальто, например, тоже светлое. И тоже все в сером, а вы будете вот так фрэш. Цены рубашки бомбера я вам не подскажу. Потому что нет этикетки. А это юбка. 36 размер. Есть, видите, поменьше. И, ну, цены на экране. А, кстати, рубашка у меня была в размере S. В нашем манго практически все еще на распродаже. 98% нашла несколько вещей из новой коллекции. Ну, попытаюсь все равно что-то померить, чтобы развлечь вас в первую очередь. Слушайте, они явно что-то напутали с размерами. Я взяла рубашку в размере L. Была XS и L. Ну, это очень далеко до L. Даже несмотря на то, что это, типа, как не очень-то и оверсайз из серии. Я его слепила из того, что было. Но я могла бы так выйти и пойти куда-то по своим делам. Очень удобно и стильненько. На мне рубашка. Очки, насколько я понимаю, из новой коллекции. И поверх рубашки я надела, типа, как жилет. Он здесь вот на таких завязочках. И это размер XSS. Ну, вот такой какой-то, типа, половинчатый. Ну, тут можно все увеличивать, как вам надо. Но я предполагаю, что те жилеты, которые побольше по размеру, они будут длиннее. Но это лишь мои предположения. Жилет, конечно, ничего не греет, но зато придает какую-то изюминку всему образу. У меня есть похожая сумка, только в другом цвете. Тоже из манго. Это, ой, натуральный замш. И мне нравится цвет этой. Типа, как болотный, зеленоватый слегка. И со многими другими вещами. Даже вот с джинсом, видите, будет потрясно выглядеть. Джинсы на мне из серии Мам. Очень плотный, такой приятный джинс, который не стоит колом. Они обычно растягиваются. Поэтому советую брать размер в размер. На мне сейчас 36-й. Сидят хорошо, но я боюсь, что если в них походить, то они потом начнут спадать. Также на 1,62 м мне пришлось их подвернуть несколько раз. Так что, если вы, девочка, повыше, то я думаю, что имеет смысл попробовать их примерить. Очень красивый цвет. Такой более насыщенный голубой. Мне очень нравятся кеды. К сожалению, это кожзам. Они хоть и стоят недорого, но им будет жарко. То есть, походите там, когда будет еще прохладно, окей. Но как только потеплеет, ноге будет слишком парк. Назовем это так. Поэтому выбирайте что-то из других магазинов или в том же Mango. Советую поискать кожаные. Я себе в прошлом сезоне взяла Vagabond и не нарадуюсь. Но для этого наряда взяла эти, потому что они больше всего подходили. И очки красивые. Конечно, я не стану врать. У меня есть очки подороже. И там лучше стекла, лучше пластик. Но зачастую у Mango очень много интересных моделей. Трендовых и классических. Поэтому если вы ищете что-то из масс-маркета, то у Mango однозначно что-то найдете. Сумка из категории Shopper. Вот она должна быть такой помятой, бесформенной. И светлый цвет будет затираться быстрее. Поэтому имейте в виду. Здесь еще вот есть отдельный кармашек снаружи. Что иногда для какой-то мелочи не супер ценный. Может быть удобно в использовании. В моей сумке такого кармана нет. Кто еще носит шоперы? Не знаю, как вы. А я иногда беру, когда особенно иду за какими-то продуктами. Или нужна сумка просто, чтобы она была. Напихать туда как можно больше. Или куда-то в поездке. Так, в H&M нас встречает очень интересный костюм. С оригинальным пуди. Я таких пока что нигде не видела. Его я обязательно беру на вооружение. И первое, что я хочу сказать. С размерами у нас просто беда. Потому что многого нет. Я так понимаю, что за несколько дней буквально все размели. Все же я нашла несколько интересных вещичек. Которые сейчас буду примерять. И потом уже расскажу вам обо всех плюсах и минусах. Задумка этого образа лично мне очень по душе. С одним небольшим но. Брюки сели не совсем так, как мне хотелось бы. Я даже специально взяла на размер больше. Чтобы они так струились по фигуре. Подчеркивали ее хрупкость. И чтобы был виден только кончик обуви. Видите, что получилось совершенно не так. В принципе, если отпарить эти брюки, они будут смотреться неплохо. И у меня есть несколько пар брюк из H&M. Это более весенне-летний вариант. И носятся они хорошо. Мне очень нравится сумка. Она интересной формы. До сих пор они актуальны. И выполнена она также окей. Сейчас покажу вам ее поближе. Я считаю это находкой. Еще добавить сюда какие-то большие очки. Получится прямо образ звезды. Кстати, если свитер не заправлять, то он довольно длинный. Я его так запихала в брюки. И его также можно будет носить, например, с кожаными леггинсами. Свитер на самом деле классный. В составе я вычитала 6% шерсти. Но он не колючий. Он приятный к телу. И лично мне такого количества шерсти достаточно, чтобы надевать такую вещь под пуховик или кожаную куртку и не мерзнуть. Это у нас брючки. Как видите, легкий меланж. Графитово-серый цвет. И в жизни они смотрятся еще красивее. Сумка у нас из кожзама. Вот такая стеганая. И к ней еще прилагается длинный ремешок. Если хочется чего-то трендового, то почему бы и нет. И Чендем доступен практически во всех странах. Поэтому можно купить что-то такое и помодничать. Очень интересный костюм. Есть в нескольких расцветках базовых. Как минимум, видела карамельный, черный и также белый. К сожалению, карамельный мне совершенно не подошел по размеру. Поэтому я взяла серый. Хотя сейчас вижу, что брюки можно было смело брать в размере XS. Потому что они довольно широкие. Как в талии, так и вообще в ширину. Но в талии я затянула. Все нормально. Почему я взяла худи в размере S? Потому что оно укороченное. Мне показалось, что так как-то лучше будет сидеть. М-ка слишком длинная. Но если хотите именно полноценное худи, не укороченное. Тогда берите на два размера больше. Плечики, как видите, здесь уверенно стоят. Они не падают. Решила добавить вот такое интересное ожерелье с замочком. Цепим и продолжаем носить. Я думаю, что еще как минимум сезон. Это недорогое украшение. Поэтому вы точно много не потеряете. Но мне кажется, оно вне времени. И еще я нашла ботинки, которые у меня есть из Massimo Dutti в коже. Здесь были только такие. Просто как вариант в заправленном виде. Как вариант с такого не совсем спортивного костюма, а больше прогулочного варианта. Лично мне очень нравится. Я бы так вот и ходила. Надо подумать, потому что ботинки уже есть. Брюки тоже найдутся. Можете взять одно худи. Напишите, как вам. Конечно же, мы с вами померяем еще и спортивный костюм. Их есть огромное количество и в H&M, и в других магазинах. У меня самой есть один спортивный костюм из H&M серого цвета. Он до сих пор не скатался. Хорошо служит. Но чуть лучше удерживают тепло те, где есть примесь синтетики. Еще хочу вам сказать, что на мне размер S, как худи, так и брюк. О брюках сейчас чуть более подробно. В стационарном магазине меньше расцветок, но онлайн есть и красивые зеленые, и лавандовые, и более яркие желтые. Сейчас у желтого прям его звездный час. Это супер модный цвет во всех его проявлениях, во всех оттенках. Сумка моя, это Pinko. Она, правда, шла широкой ручкой. Вот эту я отдельно докупила и по-разному вот так закручиваю. Ботинки тоже мои. Значит, что касается брюк. Гляньте, у меня размер S, и они немножечко собираются в гармошку, но в целом они не супер длинные. То есть, если выше, чем я, а у меня рост метр шестьдесят два, то учитывайте, что нужно брать размер побольше. Очень хорошо будет смотреться с белыми кедами, с любыми кроссовками. Мне гораздо больше так нравится, чем с ботинками. Сейчас спортивные костюмы стилизуют совершенно по-разному, заправляют в ботинки. Поверх набрасывают пальто. Если худи без капюшона, то можно надеть поверх рубашки так, чтобы был виден воротничок. Ну и в целом вариативность, как видите, очень большая. Это удобно, это комфортно. И, как я люблю говорить, на все случаи жизни. Этот костюмчик однозначно вам рекомендую. Все ссылки и размеры я обязательно укажу в инфобоксе. Это то, о чем я вам говорила. Выбирай, не хочу. И коралловые есть с капюшонами, небес, лавандовые, какие хотите. Любители шляпок в H&M есть тоже неплохие, в черном и в сети каналов. H&M уже завелись не просто ракушками, но и морскими звездами. Вот посмотрите, ближе к лету и будет везде полно этот тренд этого сезона. Поэтому ждем еще больше бижутерии именно такого плана. Напишите, нравится вам или нет, я пока что не поняла. Сережки я не мерила. Делюсь с вами находкой. Да, пусть они не будут служить там знаете прям несколько лет, но пару сезонов вы в них отходите. И здорово то, что все три модели супер универсальные, лаконичные и не будут дешеветь любой образ. И ко всему будут подходить. И цена у них также приятная. В рублях, к сожалению, она не указана. Я в курсе не ориентируюсь. Но в гривнах, например, это 169 гривен за три пары сережек. Пока что Зара не особо меня вдохновила. Очень много трикотажа и спортивных костюмов. Не хочется повторяться. Взяла померять очень модную модель джинсов. Она расклешенная от бедра. Не знаю, как мне будет в них, но мы вместе с вами это проверим. Обалдею сейчас от такого плана обуви. Я в реальной жизни крайне редко надеваю каблуки. Поэтому хочу мерить с тем, что я бы обувала по-настоящему. Нашла сумку, которую хотела показать вам в первую очередь. У меня есть хорошая базовая сумка. Но вот это, чем мне понравилось, тем, что здесь реально, как в люксовых сумках, состаренное золото. И благодаря этому смотрится совершенно недешево. Вот такой интересный дудик. Ориентируясь по польским деньгам, скажу, что она недорогая и однозначно не кожаная. Верх хочет меня задушить по поводу джинсов. Они очень красиво сидят сзади. Наконец-то ничего здесь не отстает. Довольно в облипку. Если у вас не широкие бедра, то такая модель джинсов для вас. И по длине тоже обратите внимание, что они без каблука, на такой подошве побольше, повыше. Тоже норм. Если они будут слишком короткими, то наоборот буду делать силуэт слишком тяжелым. Такие джинсы точно не для меня. Или я как-то себя не воспринимаю в них. Не знаю, они еще из очень-очень плотного катона. Вроде как потянутся, потому что совершенно не чувствуется стретч. А вот с обувью я ошибалась. Они совершенно нигде не давят, не жмут. У меня 37 размер, и они отлично сели. Вообще не ощущаются на ноге. Я приятно удивлена. Очень редко вот такого плана обувь сидит комфортно. Обычно где-то что-то сдавливает. Хочется поскорее их снять. Но тут я аж задумалась. 37 размер. Если для вас не кожаная обувь, это окей. Я знаю, что у многих проблемы именно с колодкой в Заре. У меня раз на раз не приходится. И вот эти я бы взяла без раздумий. Но все же нужно как-то ограничивать количество всего в шкафу. Поэтому пойду подумаю несколько дней. Посмотрю, что у меня есть, в каком она состоянии. И возможно они поселятся в моем гардеробе. Дождусь свои светлые. И будем посмотреть. А вот эти лоферы уже более аккуратные, классические. Это натуральная кожа. Стоят они чуточку дороже. Но оно того стоит. Они совершенно не ощущаются на ноге. И сейчас, возможно, слишком теплый цвет в камере. А в жизни они прям вот как цвет арахисовой пасты. В новых коллекциях много голубого цвета. Я пока что до него не добралась. Но сделаем это в следующих влогах. На сегодня мои силы исчерпаны. И вот еще нашла такую же модель. Как были во многих магазинах, сейчас в Заре появились светленькие. Удачный бежевый цвет. Не слишком холодный, не слишком теплый. Такой нейтральный. Будет ко многому подходить. Я привыкла к такой модели. И уже спокойно снимаю, обуваю. Но если вас смущает то, что нет замка, имейте в виду. Ну а так, абсолютно честно, ничего не зацепило. Поэтому наведаемся как-то в следующем влоге. Не хочется что-то придумывать там, где этого нет. Я уже в машине. И потихоньку будем заканчивать этот влог. Скорее всего, он не получился супер длинным. На это есть несколько причин. У нас все еще продолжаются распродажи. Это раз. А во-вторых, у нас совсем недавно открылись магазины. Торговые центры были закрыты с конца прошлого года. Поэтому многие коллекции, скорее всего, к нам еще не доехали. Я также планирую видео о весеннем гардеробе в марте или в начале апреля. Даже когда составлю свой гардероб, то, что я на самом деле буду носить. Я не могу сказать, что я в восторге от того, что я сегодня примеряла. То, что мне искренне нравилось, я нахваливала. И тоже забегая наперед, скажу, что я не смогла уйти без вот этой зеленой такой салатовой ветровки. Это супер вещь. И больше всего интересного, еще раз повторюсь, я увидела в Резерт. Я знаю, что ассортимент Резерт отличается иногда в ваших странах и в Польше. Но еще раз убедилась, что онлайн заказывать гораздо удобнее лично мне. И также это не настолько выматывает. Я вот сейчас сижу и понимаю, что я выжата как лимон. Тем не менее, я надеюсь, что вам сегодня было со мной интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне всегда искренне приятна ваша обратная связь. И лично я буду рассчитывать на то, что последующие шоппинг-влоги будут более красочными, более весенними. И в них будут еще более интересные образы. Ну все, пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.